А сегодня мы поговорим про такой напиток, очень популярный напиток из детства многих, мне кажется, это какао Я, например, для себя беру 100% шоколад, делаю его на воде, получается такой аналог эспрессо, выпиваешь шотик, тебя бодрит, веселит, и тебе хорошо В каких видах бывает вообще шоколад для какао-производителей? То есть делают в разных... Если мы делаем уже на, так скажем, битубар шоколаде, то мы уже можем... С водой, да, добавляем? Да, да, добавляем туда на 200 мл минимум 30 г шоколада, ну вот как бы... Бывает какао-бобы пожирнее и получается консистенция прям муссовая у какао, бывает какао-бобы немножко жирностью поменьше Да, уже аромат прям такой, знаете, сладкий, насыщенный, такой цветочный, медовый Вегетеринбург, друзья, это столица спешлти какао, все туда, ну это получается на какао-порошке, ну он такой темный, да, прям видно? Ммм, вообще чума, просто офигенно Давай сейчас пригласим человека, кто не пробовал, и посмотрим, что ему понравится Блог с огоньком Друзья, всем привет, с вами видеоблог «Сварчица Екатерина», меня зовут Сергей Митрофанов Сегодня у нас выпуск про какао, и у нас в гостях Анастасия Мирошкина, профессиональный дегустатор Настя, привет, 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 ребят Выпуск с Настей, вы можете посмотреть на нашем канале, где она рассказывает вот здесь, где она рассказывает про виды шоколада, про то, как нужно шоколад дегустировать, какие есть виды, как его оценивать, и что такое бинту бар шоколад, что такое спешлти шоколад А сегодня мы поговорим про такой напиток, очень популярный напиток из детства, многих, мне кажется, это какао Настя, когда мне говорят про какао, когда я говорю про какао, у меня всегда в голове, знаешь, возникает образ зайчика желтого из рекламы Несвик Вот Несвик имеет что-то общее с какао-напитком, или все-таки это много разных вещей, и что такое вообще какао как напиток? Какао, это очень сложный вопрос сейчас, на самом деле, потому что все привыкли к тому, что какао делается на какао-порошке, либо вот этот вот, у нас был, как называется, золотой ярлык Да-да-да, золотой ярлык, что это называлось, бабушки там варили в детском саду делали, вот, либо Несквик, но на самом деле какао можно вывести на абсолютно другой уровень, если использовать шоколад для приготовления этого напитка То есть я это называю так, спешлти какао, чтобы по аналогии с кофе было Так вот, я пыталась найти, откуда пошло вообще вот это вот, то, что какао делают на порошке Я не нашла истоков, но вот у меня есть предположение, что после Второй мировой войны компания Несли начала делать белый шоколад, чтобы израсходовать большое количество сухого молока, которое у них осталось, то, что они для солдат делали А, именно так появился белый шоколад? Ну вот, ну, он как бы не совсем так появился, но вот это массовое распространение тогда пошло Слушай, интересно И, соответственно, в белом шоколаде используется какао-масло А что такое какао-порошок? Это берут какао-бобы, отжимают из них какао-масло и остается жмых, его измельчают и получается какао-порошок Вот я предполагаю, что как бы при производстве оставалось большое количество какао-порошка, который надо было тоже куда-то девать И вот придумали там его отдельно в пачках продавать для выпечки И вот вполне вероятно, что тогда и появился как раз какао на порошке Но я, честно, я его не люблю, для меня в нем недостаточно вкуса, недостаточно какой-то жирности То есть это такая вот, скажем так, жижа с шоколадным привкусом получается Говори, говори как есть, если взять свое выражение Ну так говорю, да, поэтому я лично предпочитаю какао на шоколаде, именно на бинду-бар шоколаде Это еще лучше, опять-таки тоже, потому что вкус какао будет отличаться в зависимости от страны произрастания какао-бобов, которые использовалось для шоколада Да, то есть, по сути, вы это знаете, как, например, если говорить там про кофейню, да, то есть выводите фильтр кофе При этом, если вы готовите на разных сортах кофе, у вас получается там одна позиция фильтра кофе, но при этом огромное количество сортов кофе, соответственно, разные напитки И здесь, например, да, введя такой напиток, как какао и делая его, например, на бинду-бар шоколаде, вы можете из одного напитка целую линейку, да, сделать разных какао-напитков, так скажем Плюс, когда мы используем какао-порошок, ну, это вот у меня просто для примера здесь, это порошок, лишенный жирности, то есть нам нужно добавлять дополнительную жирность в напитку Использовать или сливки, или жирное молоко, чтобы была вот эта плотность напитка Тактильность, да, да, да Когда мы делаем на шоколаде, можно сделать даже на воде, можно сделать не сладкий этот напиток, и это будет вкусно То есть я, например, для себя беру стопроцентный шоколад, делаю его на воде, получается такой аналог эспрессо, выпиваешь шотик, тебя бодрит, веселит, и тебе хорошо Слушай, ну вообще супер идея, да, то есть делать такие шотики, то есть небольшие эти кружки, да, а именно шотики такие Да, для этого надо переучать людей, потому что все привыкли к вот этому вот какао, если туда еще маршмеллоу накидать, если в виде мишки, то это прям вау Это вообще моя любимая, это моя любимая, еще поджечь вот так Да, 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 ну как бы вот это вот тоже из серии, да, наверное, когда вот мода появилась на какие-нибудь там капучино с сиропчиками Вот это вот примерно такое, но как бы какао можно делать именно как такой вот напиток для гурманов, отдельная вообще история про это Супер, ну давай перейдем уже, наверное, от слов к делу, потому что у нас сегодня больше рецепта, и, соответственно, сейчас Анастасия нам продемонстрирует, расскажет Да, еще я расскажу, вот в каких видах бывает вообще шоколад для какао производителей, то есть делают в разных Давай, давай, давай Если какао-порошок все знают, как выглядит, то, например, да, делают Давай сейчас, Марина, мы на листочек, да, наверное, даже белый лист бумаги, давай сейчас мы сюда, значит, давай сюда, для примера, например, какао-порошок, чтобы зрители видели, да Какао-порошок, то есть это вот такая вот, ну, да, масса Какао-порошок Это да, это неплохой какао-порошок, ребята сами делают бленд его, то есть это не золотой ярлык, это... То есть, ну, такой прям, ну-ка попробуем Хороший товар Да-да-да Вот такой, да, не знаю Другой часто встречающийся вид, это измельченный нетемперированный шоколад, про темперирование мы говорили в прошлом выпуске Да, друзья, если вы вдруг упустили, то обязательно пересмотрите этот выпуск Это просто нетемперированный и измельченный, почему нетемперированный, потому что мы при приготовлении напитка все равно нагреваем его, и вот этот лишний шаг, он здесь не нужен, но при этом он трудоемкий и как бы лишний Это вот просто как бы измельченный, он легко будет растапливаться в жидкости наше Либо вот тот же вариант, это венка дорого То есть это прямо в такой баночке, да, то есть продается? Ну, это как бы, да, для дома красиво, но если там относительно кофеин, то можно в другом формате То есть побольше, побольше, да, и уже не банки, там немножко дешевле, если другая упаковка Вот это тоже вариант измельченного нетемперированного шоколада Девочки мне не признаются, как они его измельчают, но вот это можно прям очень хорошо топиться Чем меньше частички, тем оно быстрее растопится в жидкости Так, дайте Ой, ну этот товар уже получше, мы будем получше Отменного качества И бывает еще вариант в калетах Ага Это вот такие вот просто пластиночки шоколада Это не шоколад, это из Купуасу, это близкий родственник какао-бобов Что это из Купуасу Купуасу, да, Тиаброма Купуасу, это тоже родственник какао-дерева И из него тоже делают аналог шоколада, это вот фишечка amazing какао, они возят их Просто для примера принесла показать, что внешний вид вот может быть такой тоже Это специально для какао? Да Можно делать из обычных плиток, то есть мы берем плиточку или ножом порезали или поломали, тоже норм Но просто как бы если там часто пьют и любят какао, то проще покупать в таком виде Ну то он так быстрее, да, просто растворится? Да, да, то есть тебе не надо какие-то лишние телодвижения делать Так, ну окей, так, давай тогда к рецепту, что ты нам будешь сегодня показывать, что нам понадобится, во-первых, да? Ну вот сделаем, да, какао на какао-порошке по рецепту, который ребята указывают на этикетке То есть нам нужно 200 миллилитров молока нагреть и добавить 3 чайных ложки 15 грамм смеси То есть берем весы, значит, так, давай ложечку, 15 грамм 200 миллилитров лучше нагреть, потом туда перемешать А, вот так, давай-давай-давай-давай То есть 200 То есть обычное молоко, да, берем? Да Нагреть примерно до 70-80 градусов, то есть не кипящее Пойду нагрею, пойду нагрею Да, в домашних условиях можно нагреть с помощью микроволновки Можно нагреть просто в кувшинчике на плите Не доводя до кипения, это важно, потому что при кипении там уже у молока будет немножко другой вкус Ты ему вообще по пределам, да? Да, 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 но 9 градусов, ну, наверное, 60-65 Ну, я думаю, что для какао-порошка хватит Так И отмеряем 15 грамм какао туда И тщательно перемешиваем, да Можно чуть побольше, ничего страшного Ну вот, прямой Ну да, давай, 16-5, окей Тщательно перемешать Можно ложечкой, можно давай сделаем блендером А, давай-давай Я люблю взбивать блендером, потому что, ну, прям прикольный путь Поместится, поместится То есть текстура, да, будет получше? Да Просто будет такая вот небольшая пеночка Это особенно будет заметно, но когда мы будем на шоколаде делать Текстура поменяется Так Так, давай вот сюда, ну, карпеточку Все И разливаем по чашечкам Так У нас будет микродозинг Все очень быстро растворилось Ну, давайте я налью, чтобы вы видели Такую чашечку Это вот самое обычное, то, что К чему все привыкли Да, просто какао все растворилось Вот Аромат, ну, аромат какао Такого классического Обычного, да, крошка Так, ну-ка, давайте, попробуем Ну, без сахара такой, мягковатый Можно добавлять сахар, ну, как бы И регулировать сладость по вкусу Ну, вот мы просто пробуем, как бы Чем она отличается Ну, вот здесь, видишь, нет насыщенного вкуса шоколада Ну, да, такое быстро, как-то сюда, быстро попадает И, не знаю, вкус этого, не знаю, порошка, как будто бы Ну, практически, что такое этот порошок Ну, то есть, вот как он есть, вот этот запах То же самое мы получаем в напитке Теперь приготовим на чем? Теперь сделаем мы на шоколаде Как раз вот на Венте Доро Так, давай Я обычно себе делаю на смеси молока с водой Потому что мне на молоке жирновато получается Можно делать полностью на воде Можно делать полностью на молоке по вкусу То есть нам нужно примерно 150 мл жидкости Я делаю чаще всего 50 и 50 Так, то есть, если мы делаем, значит... Одна порция 200 мл, допустим Одна порция 200 мл, допустим 100 мл молока, 100 мл воды Давай, давай То есть, если мы делаем уже на, так скажем, битубар шоколаде То мы уже можем с водой, да, добавлять? Да, да Почему, да, какао... Ну, вот, как бы здесь уже нет необходимости вот эту жирность добавлять лишнюю Потому что в шоколаде и так есть какао-масло и вот этот жир Вода И нагреть тоже чуть-чуть побольше Ага, тоже сначала нагреваем, а потом мы уже добавляем... Так, я, значит, нагрел нашу смесь из молока и воды Добавляем туда на 200 мл минимум 30 г шоколада Ну, вот как бы... Минимум 30 г, окей Да, 30 г Вот как раз чем какао, да, отличается от горячего шоколада, меня часто спрашивают С содержанием шоколада, то есть в горячем шоколаде его больше, в жидкости меньше, в какао у нас жидкости больше, шоколада меньше И тут можно как бы играться, добиваясь той консистенции, которая вот больше нравится, там, себе, гостям, кому-то еще Тридцать, грамм Супер О, два салмаза полна 30 И тщательно размешиваем, сначала ложкой, потому что она не пробьется в бланде Если дома делают, то это лучше делать на плите, уменьшаем огонь на минимум и размешиваем, чтобы молоко продолжало держать температуру То есть ставим на плиту, да, то есть как он пробивается, да, уменьшаем огонь, всыпаем шоколад и мешаем Нет, еще Так, еще или? Так, давай посмотрим Давай попробуем пробить и посмотрим Ну вот, кстати, еще на разном шоколаде получается разная консистенция какао Бывает какао-бобы пожирнее и получается консистенция прям муссовая у какао, бывает какао-бобы немножко жирностью поменьше Так, а вот здесь какой? Здесь они, по-моему, не указывают Это просто, да, пишут, что шоколады какао Да, они какой-то соль, бленд или что-то такое делают Здесь написано какао крупка, аромат, есть какао-бобов, соц тринитариум Можем для сравнения сделать сейчас еще, допустим, на Амадагаскаре и посмотреть, как будет вкус отличаться Да, да, давай Ну, по цветам Запах Да, уже аромат прям такой, знаете, сладкий, насыщенный, такой цветочный, медовый Здесь он просто такой, знаете, ну вот Порошок Порошок, да Здесь прям уже такое цветочное медовое Так, ну да, все будет Так, что пробуем? Можно было даже еще шоколада побольше добавить Немножко насыщенности не хватает Это вот как вы дышим, по консистенции получился примерно как на порошке, но здесь уже вкус более шоколадный Тактильно, он мне кажется, ну, он более обволакивающий, он прям такой, знаешь, не зная то, что мы добавили 100 молока, 100 воды, он более такой тактильно, приятный, знаешь, и он такой прям, чувствуется вот эта вот жирность такая, знаешь, его Тактильно, да, приятность Кокос тело, да, называется? Кофе, если я не ошибаюсь Да, да, да И вот ради интереса давай сделаем на другом шоколаде Немножечко увеличим консистенцию шоколада И тоже так же можно сделать 50 на 50 воду Давай чуть-чуть поменьше сделаем, 150 примерно миллилитров Так, давай, сейчас туда помою Так, сейчас мы сделаем на... На другом шоколаде Другом шоколаде И немножко увеличим консистенцию шоколада Ну так же, давай возьмем 100 молока, 100 воды Давай 150 сделаем Ну давай, остальное, да, и дали просто воду 100 молока, 50 воды Так, и... Тоже нагреть сначала? А, сначала нагреваем Так, пойдем нагреем Так, все нагрето 40 грамм шоколада сюда давай добавим Так, ну значит, 100 молока, 50 воды Мы нагрели все Сейчас добавляем 40 грамм шоколада А часто тебя встречаются в кофейнях какао на, скажем так, бинтубар шоколаде? Очень редко, очень мало Кстати, интересно, что в Екатеринбурге сейчас мест со спешлти какао практически столько же, сколько в Москве Так что мы немножко отстаем и надо догонять В Екатеринбурге, друзья, это столица спешлти какао Все туда Перемешиваем А есть какая-то рекомендация при приготовлении какао? Ну дома, например, знаешь, там не доводить молоко до кипения Да, до кипения Не доводить Там уже немножко вкус молока просто меняется и получается не так вкусно Есть еще, может быть, какие-то, знаешь, фишки, там, добавить, может быть, свивок Или там, ну, каких-то, можно ли каких-то ингредиентов, типа, знаешь, там, меда, специи, что-то такое протекуются или... Если делать, например, не на бинтубар шоколаде, а просто на каком-то обычном шоколаде, ну, простом магазинном То можно добавлять какие-то ароматизаторы Ну, в принципе, как бы можно играться, потому что это базовый рецепт И фактически можно делать то же самое, что в кофе Хоть сироп туда добавлять, хоть что Ага Вот, если делать на бинтубар шоколаде, то это как бы вполне себе такой самодостаточный напиток Угу И мне лично вкусно так Ну, как бы, если хочется, то можно Ну, вот как раз дальше будем делать рецепты Другие варианты Ну что, давай Так, пожалуйста Можно добавлять алкоголь, можно добавлять... Алкоголь это прям... Что-то еще Не знаю В последнее время это с любимой темой на канале выходит из этого такой алкоголя Так, все, да? Да, давай Аромат уже, кстати, ну, понятно, мы добавили больше уже порошка, он такой более шоколадный Да, и здесь шоколад другой, здесь очень хороший Супер вообще На какао-бабах из Мадагаскара, плантация Акиссона Это такой известный дядечка, который тоже делает шоколад И немножко, как бы, уровень тоже какао-бабах другой Пахнет вообще шикарно Плюс Мадагаскару присущи цветочные ноты И вот ее, как раз вот эту ароматику ты чувствуешь Вот по цвету, кстати, ну, особо не отличается, хотя, не знаю Вот это получается на какао-порошке, ну, он такой темный, да, прям видно? Да Хотя он полностью на молоке, вот, он такой темноватый Здесь 50-50, молоко и вода, и получается вот нетемперированный у нас шоколад И вот такой 100 воды, 100 молока, 50 воды, 40 грамм шоколада И будет такой более насыщенный Сейчас попробуем Давай Вообще чума просто офигенный Это тоже касательно того, что шоколад тоже отличается качеством, вкусом, ценой Как будто бы, знаешь, чашка, ну, реально какой-то, какого-то кенийского кофе Такая ягодная кислотность, черешня, слива, что-то такое Плюс смотри, мы делали на 70% шоколаде, это шоколад уже с сахаром Если делать на 100% шоколаде, можно сделать абсолютно не сладкий напиток, но с насыщенным шоколадным вкусом Вот это очень вкусно, это прям супер, реально круто, круто Слушайте, ну вот этот, это просто чумовой, реально чумовой Ну давай, знаешь, как мы с тобой такие уже с лицей, там, это вообще супер Давай сейчас пригласим человек, кто не пробовал И посмотрим, что ему понравится Пригласим, например, нашего вездесущего Матвея Вот, чтобы он подошел, попробовал Мы сейчас поменяем чашки, перетасуем их, вот А он скажет, что ему больше понравилось Тем более он из Екатеринбурга Столица Specialty Какао Да, тем более он из Екатеринбурга и столица Specialty Какао Посмотрим, так ли это, верно ли это утверждение или нет Так, пожалуйста, молодой человек, отвернитесь Отвернитесь, мы сейчас перетасуем эти чашки Короче, я верчу, запутать хочу Перетасуем Все, мы перетасовали Так, вот вам дегустонную Ложка для каперни Да Значит, вот вам дегустонная ложка Подходите к столу Хлюпайте Пробуйте Вот, водичку, чтобы запивать Ну и просто скажите, какой Какао вам понравился больше? Ложкой надо? Можешь прям Можешь прям так Ложка не надо Давайте Приходи Пробуй Сейчас посмотрим Насколько утверждение Значит, Екатеринбург Столица Specialty Какао Корректно Определит ли Житель Стердловской области Корректный Корректный Точнее, не корректный А настоящий Бинту бар какао Или же он выберет Какао из порошка? Ой, страшно Пожалуйста Давай я буду сглой Да Та-да-да-да-да Такое Такое Это, по-моему, мне кажется Самое первое, что вы делали Грундул Призывать Да, так, так Ты думаешь, что это из порошка? У меня хватает сахара У меня нет Побольше Так, давай, давай Давай я попробую Смотри, моя задача, короче Показать большой палец На тот напиток, который тебе понравился Просто Вот такой Принг Давай, давай У меня выбор просто между Двух, наверное Ага Который больше понравился Ну Не, тебе может понравиться Как бы и на порошке Это нормально Не до конца Понял Та-да-да Ну ладно Просто Польщик Давай Так Что, друзья Вот такой у нас Экспромт Эксперимент С жителем Средневосковской области Значит, жителем столицы Спешного какао Он выбрал у нас Что? Он выбрал чашку номер один Мы перетасовали Это была чашка номер два Да, чашка номер два Это была Первая чашка приготовлена на Bintubar Шоколаде Нетемперированном Здесь у нас Сто молотка Сто воды Тридцать грамм Значит Порошка Тебе больше бы Нравился третий Мне больше нравился этот вариант Значит Сто воды Ой, сто молока Пятьдесят грамм воды Сорок грамм Сорок грамм Шоколада Из Мадагаскара Вообще просто Чумовой вариант Но Скажем так Что И Матвей тоже Он сказал, что Это что-то типа кофейное На какао То есть он был в шоке От того, что я попробовал И возможно он просто Я ждал, что это может быть какао Нет Это как бы Показывает то, что Можно делать на разном Шоколаде Немножко по разному Рецепту И для каждого какао Найдет свой клиент Свой любитель Человек Которому понравится И что он разный по вкусу То, что одному Нравится И не нравится Другому Это совершенно нормально То же самое Согласен Но вот этот вариант Не понравился никому Поэтому Просто в сравнении Он абсолютно другой Есть люди, которые хотят Понастальгировать По вот этому какао Там из детского садика Да, они может быть И выберут такую позицию Но как бы Это опять-таки Этой серии Растворимого кофе из порошка То же самое Это растворим И кофе может быть вкусным Мы это, друзья, знаем Мы это знаем Раствор рвет все шаблоны В плане вкуса Ну что, Настя Что еще можно сказать Про какао Я так понимаю, что вы Вместе с Coffee Map Moscow Да, то есть Карты кофеин Запустили еще карту Где можно выпить вкусный какао Да, там теперь есть тег Называется Спешлти какао Можно поставить его Выбрать на карте И вам покажутся места Где есть кофейни С таким какао Или горячим шоколадом Можно туда прийти Выпить чашечку И понять О чем мы вообще разговариваем А знаешь Сейчас возник вопрос В диалоге Я в бытность работаю В кофехаус У нас был вид Знаешь, что у нас был какао Был еще горячий Французский шоколад То есть Был горячий шоколад И был какао В чем такое кардинальное отличие Там горячего шоколада В том понимании Которому люди привыкли Например, какао Ну в моем понимании Какао это то, что пьют Горячий шоколад То, что едят ложечкой Вот Отличается только Как бы Процентным содержанием шоколада Относительно воды Жидкости А, да То есть в принципе можно Вот из того же Вот этого, да Например, шоколада И горячий шоколад приготовить И какао Да Если например Приехать к ним на фабрику У них как раз можно попробовать И горячий шоколад И какао И посмотреть Как это отличается Вот Супер, друзья Такой небольшой экскурс В мир Какао Как напитка В мир Так скажем Спешлти Какао Вот Как напитка И если он приготовлен из хорошего сырья То супер Я бы никогда не подумал Потому что мне понравится Какао Который приготовлен на воде Потому что знаешь Кто-то Какао Вода Наверное Какая-то ерунда На самом деле Да, это просто Очень вкусно получается На воде получается Чистый вкус шоколада Молоко Немножечко Например, цветочные Какие-то Забивает Да, оно забивает Если делать на воде То можно как бы более чистый вкус получить Можно делать на растительном молоке Тоже там интересные истории получаются Друзья, с вами был Видеоканал Сварщица Екатерина Меня зовут Сергей Митрофанов С нами была Анастасия Наш гид в мир шоколада Пейте вкусный кофе Пейте вкусный спешлти какао Увидимся Пока Пока Эксперименты Сейчас просто пригласим Людмилу Она у нас сегодня Мы снимаем Как бы у нас в лаборатории Сегодня у нас выходной день Поэтому мало ребят Но Люда работает Мы сейчас ее пригласим Дадим попробовать Три разных какао Спросим просто Как менее со стороны Человек Который Просто например Сидит дома Такой раз Мы им дадим три какао Что она выберет Посмотрим Людмила отменяется Так Давай тогда Заново переснимем этот кусочек Поехали Поехали